народ привет народ привет здравствуйте народ слушайте кто сегодня был со мной 3 фитнесе в тонус клубе кто видел иду уставшая думала мне все по плечу хвалюсь раньше времени привет привет здравствуйте иду с рюкзачком из тонус клуба как ваши дела вот была тонус клубе отзанималась полноценную тренировку устала как собака так что не так одно дело по москве носиться с утра до вечера другое дело на тренажерах заниматься это разные вещи так что в общем-то когда я каждый день фитнес ходила и плавала это совсем другое это надо так а когда вот так вот выцарапался и пошел на 3 на тренировку то во всяком случае здорово здоровье вас на доме скучно но зато нам здесь как хорошо весело мы здесь и обсудим и поругаемся и помиримся и последний чай все сделаем так что я иду из этого тонус клуба очень мне понравилось тренажер работает ты должен под него подстраиваться для женщин клуб для женщин придать привет ижевскую женск дорогой город ижевск привет из москвы у нас дождь лето уже второй месяц а мы еще в куртках ходим еще все вот сейчас вы посмотрите дети в куртках сапогах вот так вот так ходят люди в куртках сапогах вы не против что марина на доме 2 о мы наоборот и и как отправили туда для воспитания то есть получается что мы ее приучили дома к мягкости надо все-таки быть немножко уметь за себя бороться отстаивать свою точку зрения разные люди будут попадаться на пути так что у нас марина была тепличной но я вот сейчас мы смотрим наблюдаем спустя два года она стала другой она стала уже отвечать стала говорить то что не нравится раньше она плакала если что-то не нравится кто-то ее обижал но вот в сегодняшнем эфире в анонсе я прочитала что юля рот баранка слишком резко высказывалась марине на адрес и опять довела марину до слез значит получается марине надо там сидеть сидите сидеть еще чтобы она умела отвечать такой девушки как юля если бы например юля против меня пошла бы ох я ее раздолбила бы несмотря на то что она артистка стала как бы у юлии у способные рот баранка юля есть преимущество она способная но есть и темные пятна в истории за который можно вцепиться и той же монеты вдарить она тебе слова ты и 3 и заткнуть рот баранку навсегда чтобы еще раз тягнет против марины если бы я там была бы я бы вступилась за марину это юль у меня была по стенке размазана но это я они не марина а марине я говорю марина почему тебя юля могла довести до слез почему ты не нашла слов что ответить опять спасавала опять мягкость проявила вдарила бы и по самые яйца чтобы она захлебнулась вот и рот баранку навсегда закрыла чтобы твою сторону что-либо вещать но это надо быть мариной поэтому я еще как следующее сегодня передачу посмотрю настрою марину на боевой дух вот поэтому вы говорите надо марине быть на доме 2 надо чтобы таким как юля затыкать рот пока она еще открывает рот ты должна знать что может этот рот извергать чтоб ей тут же его заткнуть и человек это или может делать или не может я бы ее заткнула вот поэтому поэтому марине там надо находиться чтобы она в самостоятельно в жизни могла уже без мамы без папы быть а поняла кто такая юля кто такая то как может юля тяскать или у самой всего самой рылу в пушку ее можно так заткнуть что она уже больше пищать не будет но марина не может пока не может значит будет сидеть до тех пор пока каждый как юля она не сможет отвечать и затыкать рот вот поэтому а то юля звезду поймала артистка фигово то есть она не фигово она очень хорошая девочка именно как артистка мне понравилось она действительно способны мне понравилось как она поет играет понравилось понравилось юля нет надо честно всегда говорит понравилось юля хорошая девчонка и как артистка она действительно достойно быть героиней главного главную роль какой-нибудь фильме я думаю что она молодец в этом отношении так здоровенький психологический возраст марина 11 лет я не берусь судите мы не такие психологи что но марина очень ранимая и вот она мне сказала она звонила мне тогда еще когда эти семьи назад было и в трубку плачет я бы что опять случилось уже нет чуева что там опять происходит юля то есть я вот так вот все поднялась и думал как бы я сейчас врезала бы это юля словесного удавила бы словесно я говорю марина соберись во всяком случае ты не нашла слов ты должна по крайней мере не показывать слой слабое место слезы вот но когда мы разобрали ситуацию она в комплексе это все случилось стали на с острова уезжать ее все друзья и был стал совершенно там одинокий плюс еще тявканье юлина тявканье на весь и на всю вселенную и вот это в комплексе конечно вот это вот сдетонировала вот когда мы ситуации с ней разобрали я говорю все марина ты должна удар держать а иначе какой-то боец тебя может другой человек за поясом нет ты должна вообще к случаят лет держать самое главное запоминай за всеми и записывай за кем грешки числятся и в нужное время в нужное место ты будешь бить стягать по глазам и тогда человек заткнется а если человек позволяет тебе говорить а у самого шлейф недостатков и еще каких недостатков знаешь насколько она сил сильна ее как бы прошлое на поверхность подняли она перечихнула и идет своя дорога вперед из песни плевать что они думают люди что она без порток пользовал ползала а ты как бы сказать не можешь сидишь а оплачешь вот поэтому вы спрашиваете зачем марина но доме 2 для того чтобы научиться держать отпор пока она не научилась мне умирать нельзя потому что я должна быть рядом и по крайней мере настраивать на боевую волну марину на правильную боевую не нападай никогда сама но умеет защищаться сама не нападай но защищать себя надо знаю что в этом мире жестоком каждый сам за себя на друга на надейся сам не плашай на друга не надейся сам не плашай если тебя близкий человек может придать на кого надеяться в этой жизни не надо надеяться ни на кого и в материальном плане в плане защиты и в плане здоровья каждый в общем то получается в этой жизни вроде бы живет в обществе а на самом деле мы все одинокие люди и до конца не знаю что можно на кого-то стопудово положиться поэтому здесь каждый выживает сам за себя пока марина пока марина не боевая единица вот еще сегодня вечером посмотрю чтоб настроиться и марине ну ладно все чем сказала дальше а примет вот а по жизни получается вот такие как как юля люди которые как юля как рапунцель они могут указывать марине когда у самих по уши по уши рыльца в пушку и насколько надо быть смелыми чтоб перечек перечеркнуть это еще тявкать также и гозис это такая же как бы мы знаем какая гозиса она больше всех подтягивала подтягивала там номер два это юлька она даже превосходит гозис по тявканью но способная девчонка способна мне понравилось как она артистка очень способна и себя в свой театр набирала я век тоже главную роль дала молодец в этом отношении молодец то привет татьяна из новосибирска так передайте грому привет о грому привет из москвы так молодец танечка за дочку построишь все так так нет я за дочку не построю надо дочки просто объяснять что слезы данный момент здесь неуместны но надо готовить отпор а для того чтобы давать отпор надо тасье писать за каждым а у каждого человека у любого человека из нас у вас у каждого пробки есть а это надо четко наблюдать и в нужный момент долбануть например у тебя воспитывают там не кради а сам ящиками из магазина прет вот поэтому надо себя замечать записывать и в нужное место посадить этого человека чтобы навсегда забыл как квакать кого-ква-ква-ква-ква-ква ты ему напоминаешь по пунктам слушай ты сядь и послушай что ты себя представляешь раз два три 4 5 поэтому хвост не задевай а то жарко под хвостом будет я не знаю почему ты люди разные рождаются вот как бы но у меня например я и мои братья мой брать старший такой же как марина его все всегда обижали он всегда молчал долги прощал и говорит на их совести на скажи мне кто тебе должен я вышибу все до копейки себе деньги хоть возьму нет 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 мне сейчас то марина не разрешает чуем разобраться я уже народ хотела подключить встряхнуть его как буратино и сказать слушай ты ты забылся что ли но марина говорит не трожь его у него позвоночник больной у него бабушка на плечах ну марина просит пусть живет но во всяком случае люди готовы вытряхнуть его и деньги те взять которые даже марине не отдадут себе взять которые нуждаются я сказала люди вам нужны деньги вытрясите с него как грушу пропустить его как следует протрясите а чего еще не можете деньги струсить но есть люди которые могут с него струсить которые просто так как бы два слова ему скажут и он выложит больше чем должен но марина горки надо его трогать пусть живет но люди такие есть которые как бы показывают должен отдай марина дожару но я хочу сказать вам следующее вы говорите зачем марину отдала на доме 2 кто смотрит дом 2 вы помните какая марина была каждая шлюха могла по ней пройтись и ногами стукнуть натурально ногами стукнуть то есть вы вообще то есть она лежачие и они били и ногами я думаю сейчас марина не позволить себе чтобы ее каждая скотина била ногами вот но видите не может пока отбор дать вот так но здесь общее такое вот состояние было поэтому пусть сидит пока не научится отпор давать и мужикам и бабам пусть сидит если мы не смогли ей тю тю мучу мариночка 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 морешок мариночка у нас беленькая мариночка у нас голубоглазенькая вот тю 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 то есть получается она как тепличный цветок но у нас не было такое что в нашей семье и доводили до слез чтобы она вообще плакала школе до могли обидеть могли сказать я здесь буду сидеть иди на последнюю порту и она возьмет портфель и идет я груды я бы взяла бы оглаушила портфелем вот саша горит нет все правильно она делает дела портфель и пошла на задний ряд но это не я это я меня попробуй с места сдвинь я за свое место буду бороться если конечно хорошо меня кто-то попросит уступи а если просто так бесцеремонно подвинить и я здесь сижу я так подвинусь что кровью умоется но не знаю почему так марина получилось кудимова это лупила ее кто такая кудимова сама по себе целка была целка вроде бы якобы в кавычках целка поэтому мы видим что марина с каждым разом лучше и лучше лучше и лучше вот но ведь и как она не может такой бесцеремонную грубость терпеть то есть не может как не терпеть а противостоять не может еще не может вот не может она поэтому я сегодня специально александра покажу и чтоб он пусть посмотрел как июля как вот там вот у мастерко группа мастерко вот и там написан я на там написано было что юля жестко прошла по марине довела ее до слез я сегодня специально александра посажу чтобы он тоже боевой дух а то если нам придется на проект идти что по крайней мере у нас слова были и досье на полный комплект досье на юлю рот открыла получила плюху словесную рот открыл получила плюху словесную а то распоясались распоясались сами доброго слова не стоит выкобениваются маша нам нравится маша нам нравится потому что маша маша она в общем то нормальная девчонка это по душе по дружбе нормально вот вы супер татьяна но у меня в детстве кровь по лицу течет а я драться буду до последнего до последнего вздоха и на коленке перед всякой мерзостью остановиться никогда не буду вот поэтому сегодня посмотрите может быть кто то уже в других городах посмотрел посмотреть как юля жестко проходится по марине и марина не нашла слова слов что ответить хотя она прекрасно знает и все знают что себя представляет юля и чем она кстати между прочим мне уже сказали где юля работала чем она занималась и сколько она мужчин обслуживала так что в общем то получается материал на нее уже собирается и пусть она тякнет все поименно буду говорить поэтому пусть лучше баранка рот молчит а то округляет баранка рот так о так боевая татьяна но интересное дело что же не боевая вы знаете кто такая юля юля бы сидел бы и молчала а представляете насколько она силу в себе но ей надо плюс отдать у самой рыльца в пушку она высказывается хоть бы хны да про про его род баранку юльку род баранка человек года уже начинается там в на поляне пары и пары будут сражаться за квартиру или за какой-то другой приз ну скажут какой приз будет а все едино одиночки да это я также так же как вчера только ботинки другие как вчера потому что сегодня надо было мне в клуб идти в тонус пока прочитала про юльку тоже немножко под расстроилась за марину что не могла ответить вот и немножко опоздала в пикселях юля классная девчонка нормальная нормальная способная боевая для проекта она находка если бы я была бы начальница проекта я такую как юля бы держала бы сколько гозис лет держали потому что такие как гозис проекту нужны как юля они движущие силы проекта тихонь кому они нужны тихони тихони должна быть 1 тонус клуб это тонус клуб мне понравился там очень такие дорогие тренажеры американские или европейские говорят так все продумано конечно вот лимфодренажные сауны вот как вот раздувается сдувается раздувается то есть получается ты действительно женщина которая тренажерном зале не хочет с утяжелительной работать здесь за тебя работает тренажер а ты ему сопротивляешься и конечно ты выдыхаешься тоже я подумала ерунда лег тренажер тебе что-то делает а ты лежишь вот но там ты ложишься на спину например тренажер а у тебя ноги поднимают тренажеры подколенные мышцы настолько растягиваются что думаешь все сейчас лопнет кожа вот поэтому в общем то нормально нормально я сфотографировала цены сейчас у них скидка июль месяц скидка 40 процентов не из-за лета из-за того что по москве этого серия линейка клубов а это вот клуб открылся новый в митино и когда первый клуб то получается скидки 40 процентов нормальные цены такие кто никуда не уезжает то могли бы по таким ценам по нормально походить вот я взяла абонемент на 1 1 ноября потому что думаю сейчас начинать надо вот что все уже мешок собирать фонарик фонарик свечки свисток уже ждет ждут к отъезду купальники вот 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 посмотрите а посмотрите как она высказывается хоть быхны смело с таким прошлым а смелая как будто бы она вообще знаете это дочка министра как будто она дочка министра это тоже надо это просто сильный характер чехала на на ваше мнение рогатка она не рогатка до чехала на также как рапунцель зато я себе на хату заработал зато на машину и в данках димка прикрылась она замужем поживет с димкой немножко потом соскочит с димки по богатенько уйдет может не уйдет а может быть это просто как это называется прикрытие своего прошлой димкой для того чтобы потом с папенька каким-нибудь у построить отношения мне почему-то кажется что я думаю что дима ее не удовлетворит в ее этих но на сегодняшний момент ей повезло что в жены взял димка то что будет дальше мы не можем мы не экстрасенсы чтобы приугадать то что будет дальше я на тренажеров нет там такие вот и в этом клубе конечно тот кто вот например похудеть хочет конечно очень сильно лимфодрева дренажные вот и массажеры и конечно они раздуваются это такие конечно очень очень хорошие понравится вот если кто умеется на живет или где-то или в тонус в своих районах москве то можно на месяц взять и каждый день ходить хотя бы по полтора часа так там даже одна тебя сажают я уже не стал я уже притомилась уже сажают тебя в такой вот и мешок и температура 55 градусов нагревается после всех тренировок и получается ты как бы эффект сауны сидишь мама отдохни отдыхаю отдыхаю но мне же надо вам наболевшие сказать кому еще говорить у нас знаете как в россии не принято психологов нанимать у нас нет таких и психологов хорош чтобы говорили и мы сами себе друг другу психологи ну значит если вы моих друзьях то я наболевшие вам говорю юлька обидела марину мне как матери жалко марину жалко ее и тем более как как бы нет основания было так или она красуется перед тем что она может поставьте мне юли галочку я отработала халявную колбасу вот или она такая смелая как бы сказать поговорили что она как вы говорите рогатка не рогатка и забыли вроде бы как быстро забывают страницу перекрывать переворачивает и она уже все детственница зашитая предположим хотя есть такой план людей так подходим к восьмому подъезду по моему это сашина сейчас я вам покажу сейчас я вам покажу женщина из восьмого подъезда по моему саши на нее глаз кладет вот смотрите смотрите сюда вот видите какая симпатичная женщина саша выбирайте вот смотрите нет так ну вот вот посмотрите мы это с вами еще тему обсудим потому что вот действительно имела ли то есть право юля и любой человек имеет право язык без костей хоть веревочка пришли я могу извергать из своего рта все что мне на душу годится также как и баров может плести или там чуев может плести все что ему не попадя что есть что нет что будет что он придумал он открывает рот и тявкает и баров открывает рот и тявкает гозис открывает роты тявкает юлька открывает роты тявкает когда же их заткнуть то затыкать надо только вот мне прийти заткнуть их всех просто одной дубины положить а то распоясали здесь да не я пошутил не то не то не то не то так красивая баба ровно ходит высокая статная красивая ну я я сама не смотрела эфир потому что заранее нельзя все говорить как есть заранее нельзя говорить вот и поэтому сегодня надо вы сегодня посмотрите мне не сегодня в понедельник в понедельник говорили в понедельник смотрите как юля жестко прошлась по марине африкантовой вот я знаю что она говорила мне марина говорила но заранее нельзя это говорить но сегодня уже вот полу намеками идет вот в группах юлька жестко прошла Марине Африкантов, что довела ее до сильных душевных мук. Я это уже неделю назад, мне Марина говорила, я уже пережила, вот сейчас в группах прочитала, у меня новая волна, думаю, господи, меня там нет. Сейчас бы уложила на лопатки на раз-два и пикнуть бы не успела. Какая я? Я никогда первой не нападаю. У меня родители говорили, никогда никого не трогай, тебе... О, привет! Как дела? Нормально. Вы знаете нас? Знаю. Ну как, мы как-то здесь вот так уже на этой дорожке встречались с вами. А я что, знакома, вы не в доме, что ли, были-то? Была. Марина Африкантова, мама. А, понятно. Да, так что здесь все топчутся. А вы здесь живете? Да, в том доме. А я думала, вы живете на Таллинской? Нет. Я ходила туда на массаже. Поэтому, может быть, вы как-то так это... А, понятно. Вот здесь рядом с вами. А, что-то в Марину-то где живет. Прямо, красота. О, Марин-то здесь. И пусть приезжали сюда, кто-нибудь с камень, эти снимали-то или нет? Чуев здесь пасется. Ну, не пасется, а пасся. А Чуев не здесь? Чуев, он это, деревня Старо-Оскольская. Он деревенский, из Старого Скола, из маленького города. А вообще-то, да, говорили, что он к ней приезжал. Все мотается к ней? Нет. Ее отправили далеко от него, подальше, на остров. Чтобы... Марина, такая красавица, тоже никак не везет, да, с ребятками? Не везет. С ребятками не везет. Как и Марина, ну, как и Май, как у парня хорошая. Да. А Марина такая, ну, прям красавица. И такая она по себе, не знаю, как можно она на самом деле характер. Ну, не знаю. Ну, такой же, как и... Такой же, как и... Такой же характер, как там она и есть. Ну, какой-то чья парень будет к ней, да? Парень-то? Да, парню 18 лет. Он зачем идет? Он идет свою рожу за счет Марины показывать. Чем же Марина нужна? Ему Марина не нужна. А, он идет свою рожу показывать. Он парень симпатичный, но для девочек 20-летних. Да, так она просто, я говорю, не очень. Мальчик симпатичный. Ну, нет, ну, мальчик 18 лет. Ребенок. Ну, может быть, что, ему Марина просто нужна для этого, да? Да ему не... Для секса он и в своем городе нашел. Ему Марина нужна для пиара, для его, как бы сказать, имиджа. И все. Марине надо этому не шить. А вы здесь, нибудь, тоже все, да, видите, у вас дают вас? Кого? Вы-то здесь. Ну, если бы меня все знали, я бы вообще бы озвездилась. А последний. Хожу, хожу и специально, чтобы меня побольше узнавали, чтобы... А так вообще узнают вас? Да может, что дом-то не смотрят. Ну, узнают, кто смотрит. Я бы сейчас не стала смотреть. Чего-то мне не очень. Сейчас вот эти все там всякие оранжики, я как-то рассмотрела, бывает так, вечер. Ну, да. А сейчас нет. А вы с кем не с Мариной разговариваете? Нет, с народом жалуюсь. Там Юлька обидела Марину, я жалуюсь народу. Юлька обидела Марину. А, вот это какая? Юлька род Баранка, ну, которая Ефременко там. С этим она, да? С Сережей? С Сережей, да. Она тоже такая, да, рисковатая. Рисковатая. Ну, это вторая Гозец в квадрате. А вот эти, не знаете про эти, как живут? Ушли с Чуевым вместе. Живут они? Гозец. Гозец. Замуж вышла за этого. Вышла за Костью? Вышла за Костью замуж. Все вот говорили, нет-нет-нет, за Костью вышла замуж. Ля, молодец. Парень хороший. Нашла такого, он мне очень нравится. Ну, да, он вроде как неплохой парень. Он такой справедливый парень. Мы с ним когда общались, он справедливый. Такой справедливый. Он как бы не подлый, он не подыгрывает, он не подлый. Вот если, например, там кто-то другой может туда-сюда, то он, нет, не числится за ним подлость такая. Нет, хорош, ну, в общем-то, кто вот эти ушли, нам все повыходили замуж-то, да? Ну, не половина там бы зашлась. Понятно. А вы там не собираетесь? А то там тоже на Сен-Шилах кто-то отдыхает, баба-то, да? Что, баба-то? Маму сейчас уже сюда прилетела, сюда здесь. А, ну, это нам показывают. Здесь уже они? Ну, они, наверное. Ну, они все теперь здесь, будете смотреть здесь, да. А, свадьба-то уже будет. Ну, наверное, раз там уже... Это у Марины кольцо выкинули. Чуть тогда же кольцо выкинули. А я, может, не смотрела. А это та, которая родила, интересно? А вот кто говорит? Сначала слух прошел, что родила, теперь говорят, никто не знает, что родила. Значит, это мы же нам показывают за неделю, да. За неделю. Марины только одиночки там. А вы-то не собираетесь варёй? Так я в мешок, стоит около двери, никто не зовет. А, так охотно вы там живете, красота, говорит. Ну да, что там хорошего? Отдевают туда, едут, кормят, показывают. Они там все им подмазывают, подтягивают. Я не знаю. Знаете, там не так легко. Не так легко? Не так легко. Я тоже так понялась. Это так, не так легко. Ты должен, как бы, даже я люблю разговаривать с утра до вечера, но там надо вот лякать с утра до вечера. Там тебе не дадут помолчать и полежать. Да вообще надо разговорочек. Ну что, вот поэтому выгоняют. Надо что, вообще идти, что-то, да, все, наверное, так. Ну вот почему вы говорите? Наоборот, кто-то рассказывается на вас, говорит. Что вы говорите, говорите. Ага. Ну да. Что вы говорите, говорите. Да нет, а вот так, говорит, по телевизору. Вот так же обыкновенно, как и сейчас, так и есть. Ну да. Нет, прям вот вот не видно или чего-то. А одинаковые вот прям все. Ну да. А, я думала, вы же здесь вот там. Мы здесь рядом. Нет, мы здесь рядышком. В одну пятерочку. Или вы в Биллу ходите. Я в Биллу. Вы Биллу. Я хочу в Пятюлю почему-то. Ну да. В пятерочку. Ну, у нас около подъезда нам что-то, Билла, выскочил, взял и съел. Вроде думаешь, завтра пойду в Биллу. О, неохота идти, давай сюда ближе. Так что, Марина, к вам... А вы что, прогуливаетесь, да? Прогуливаем сейчас. А что вы там не прогуливаетесь, по дорожке? А мы с Билл шли, да, вот так прошли. А мы что-то давно здесь нет. Мы же вот так, подальше. Ну так. Мы же просто вот так, смотри, что здесь нет. А, ну да, 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 да. Ну, да. А вы, значит, гуляете там? Гуляю. Может, как, нормально? Ну, может, нормально, да, хорошо. А вы вот прогуливаете с рюзачком тоже куда-то? Ну, я из фитнеса. А, из фитнеса. А вы туда ходите, на немецкий, да? Нет. Я просто сейчас в женский клуб, на Мите, на меня пригласили. Я съездила в женский клуб, женский, только женщины там. А так-то где здесь фитнес есть? Ну, самое лучшее, ходить в октябре бассейн 50 метров. Там и фитнес, и все. Пусть он постареет, но 50 метров бассейн. Мне нравится больше там. А, туда, если да, ходите там? Ходите. Ну, понимаете, я говорю, у меня мешок, вдруг на дом была позовут, что мне абонемент покупать. Если бы бесплатно на халяву дали, я встала ходить. Сейчас эти родители едут и вас наркозовут. Они, наверное, тоже, Майяна мама так и будет постоянно, что ли? Там, наверное, как вам говорят, когда уезжать-то надо, когда приезжать. Когда? В каком смысле? Ну, почему она там живет, Майяна мама? Почему она тоже как участница? Но, смотрите, это же дом 2, это рабочая площадка. На рабочей площадке есть штат. Штат. По каждому штату есть две родительницы. Третью не дано. Если одну выгодно, значит, другую будут искать. Да, количество людей тоже, потому что сколько места рассчитано. Наберут больше, кто-то мог на матрасе на полу спать. То есть это такой же штат. Штат сотрудников. Это шоу. Просто каждый сам для себя шоу делает. Все равно так просто, конечно, попадешь, все равно, видите, как выгоняет. Кому-то кто-то понравился, кто-то нет. Правильно, кто-то там приживается. Да. Тоже, видишь, надо как-то уметь тоже там, понятно. Ну да. Разговаривать и все. Ну да. Что же хорошо у вас? Все равно вы считаете знаменитые. Захотели, туда побыли. Захотели, сюда приехали. Где захотели? Не туда от вас. Мы все равно приглашаться. Нет, как ты захотела. Это меня не то, что я захотела, на Сэшелу поехала. Приказали? Поехала. Приказали? Вернулась. А не то, что я... Ой, можно мне на Сэшелу поехать? Пожалуйста, Татья Ладировна. У тебя что здесь замерзло? Иди бока погрей. Там скажут, под козырек вас завтра отправляем на Сэшелу. Там вот так, как мама говорила, я не хочу. Она говорит, вы должны поехать. Да. Там не то, что ты хочу-не хочу. Ты хотеть будешь дома у себя на кухне, а здесь выполняй. За халявную колбасу под козырек и пошла работать. Ну и что ж, я поехала, отдохнула туда. Я так вот сама не съездила. А это почему? А вы там... А, вы были, да? Да. Я была. Красота там. Что ж, страна. Загорай. Да там не позагораешь. Это вы зря говорите. А, там тоже работа такая. Тоже надо все, чтобы подкрыть. Ну, все так же. Ну, как ты загорай? Я же не могу лечь и загорать целый день. А кто? А кто лякать будет? Стрелый, сама по себе отходите. Ну, все равно. Ну, работа ночью. С чем работать-то? Вы все-таки, как ни говорите, там, все равно я считаю, что... Нет. Лучше иметь деньги и быть свободной. Лучше вот иметь деньги и делать все, что я хочу. А не то, что тебе в каких-то рамках говорят. Все-таки свобода с деньгами – это самое лучшее. Самое лучшее. Понимаете, вы не можете делать то, что хотите делать. Если вы долго будете в туалете сидеть, вас скажут, что там засели, что там делаете. По телефону лякаете? Выходи. Или у вас там живот болит, или что? Живот болит – значит, врача. То есть нет, лучше всего быть свободной с деньгами. Непонятно, врача будет с деньгами. С деньгами. Захотел – поехал, захотел. А я захотела. Что хочешь, чтобы поехал? Конечно, понятно. Ну, хорошо, ладно. Ну, хорошо, встретимся еще. Встретимся еще, да? Сразу видно, что мама и дочка похожи. Похожи? Нет. Нет, вот так вот, я, конечно, не знаю, как попало. Так вот видно, что... Если бы мне сказали развести, у вас... Вот глаза похожи. Да, глаза похожи. Глаза похожи. Да, да. Глаза, видно, что глаза-то... Ладно, до свидания. Пошли дальше. Все, наконец-то, наконец-то. Ну, соседей надо уважать. Соседей надо уважать, слава богу. Наконец-то, наконец-то. Го-го-го. Этой тетке надо к доктору обратиться, но я и передам, передам этой тетке, что надо к доктору обратиться. Передам. Эй, тетка! В белом сюртучке тебе надо к доктору обратиться. Ты слышишь меня? О, оглянулись. Слышат. Я передала. Знаменитая, я и говорю. Через 10 человек узнают. А Оля Бузова пошла бы. Каждая собака бы знала. Даже вы вообще все бы знали бы ее. Покажи себя. Сейчас покажем. Не хотите по району гулять? Вы где? Так. Ну-ка, что притихли писать? А, понятно. Я теперь поняла. В этом инстаграме, когда туда-сюда камеру переворачиваешь, то ваши сообщения не идут. Надо вот здесь нажать в правом углу, и тогда пойдут. Марину? Марину все узнают. С Мариной по Дубае вообще нельзя ходить было. Марину абсолютно все узнавали. Я за ней только припрыжку бегала, и Марину вообще все узнавали. Вы куда? Да с вами не хочу расставаться. Несмотря на то, что у меня рюкзак за спиной не из... Ну, не то, что не из легких, но так. По улице пройтись. Ольгу Бузову? Ольгу Бузову все узнают, да. Танюш, привет! Красотка, бренд! Что же не рядом? Жаркие денечки. Да нет у нас никаких жарких денечков. Вот видите, как? Сейчас вот раз, и дождь пойдет. Марина не права по отношению к Никите. Я вам так хочу. Сказать. Ей Никита не понравился. А что же она должна, как бы сказать, выполнять то, что ей не понравилось? Так, холодно. Нет, на улице так хорошо, тепло, но не летняя погода. Знаете, погода... Последние числа сентября, вот такая погода. Мариночку обожаю. Ну, Марина, хороший дед. А когда откроет Мариночкин инстаграм? Понимаете, группа людей, шайка-лейка, написали, что у Марины порно там. Просим закрыть ее инстаграм, у нее там порно. Вот. И пока очередь дойдет, до нее проверят, порно там или красивые девушкины фотографии. Вот. Давайте в перископ. Как относитесь к Романец? Ну, как я к Романец отношусь? Романец сейчас сделала все, чтобы быть красивой молодой женщиной. Она хорошая, у нее рекламные такие вот фотографии. И так она хорошо выглядит. Вот. Вы сами сказали, что под козырек. Нет, я просто говорю, если под козырек, что тебе сказали, вызывают тебя, вы поедете на Сейшелы. Я не могу сказать. Вы знаете, я не хочу на Сейшелы ехать. Под козырек и поехал. Вот. Или, например, скажут, вы поедете на поляну. Ирина Михайловна не могла бы сказать. А я хочу на Сейшелах еще болтаться. Вот поэтому она должна под козырек сделать и сказать, слушай, товарищ начальник, если тебя куда-то с места на место передвигают, и у тебя нет веских причин для отказа, то ты не можешь. Вот, например, Машу посылали на Сейшелы, а она говорит, я только что сделала грудь. У меня справка от врача. Мне в жару нельзя, потому что мне еще надо две консультации. Это была веской причиной, чтобы не быть. Но когда две консультации прошли, Маша под козырек и оказалась на Сейшелах. Вот я к чему. Поэтому вы жопу с ручкой-то не путайте. А то сейчас начнете, коту бы... Хотя Владимир сказала, вы напишите текст, к чему я сказала. А то сейчас начнете подтягивать, что под козырек и все. Вот это вот. Поэтому я конкретно сказала про передвижение. Про кого передвигают туда-сюда. Сценария там никакого нет. Но я могу сама для себя сценарий придумать. Прийти, например, как, например, Ибаров. Ой, она мне что-то там показывала. Ой, она мне... Он взял, придумал. Ну, это подхватили, играть стали. То есть он молодец, придумал, сыграл это. Или там Чуев что-нибудь придумает. А Чуев вообще был выдумщик. Он, конечно, тоже для проекта находка. Он тоже очень артистичный. То есть, получается, Чуев, конечно, там двигал этим. Думам, два. Он, конечно, интересно с ним было. Он без дела не сидел. Он всегда что-то придумывал. Он сам что-нибудь придумает, что-то сделает. Было интересно. У вас язык не устал болтать? Нет, у меня, наоборот, язык устает, когда я не болтаю. Вы знаете, что я говорю? Саш, Саше, своему мужу, покажи язык. Саша, покажи язык. Он показывает, у него язык вот такой широкий, как лопата. Я говорю, а как ты? Почему ты не можешь так острый сделать? Как у змеи, вот острый. И он не может сделать язык, как у меня острый. Смотрите, какой край острый. Вот такой острый, как палец. Он не может, представляете? И поэтому, наверное, у кого... Почему выражение острый язычок? Потому что он в натуре острый. Вот сделайте язык, попробуйте. Сделайте, напрягите язык, вытащите изо рта. И он должен остренький, как палец быть. Можете так? Не у каждого. Вот у кого острый язык по физиологии, тот и болтает много. А у кого как лопатый язык, он во рту не умещается, ему трудно говорить. То есть получается, поэтому лучше молчать. Как у собак. У одной собаки язык во рту, а другая собака, во, у нее болтается язык. Конечно, ей лает трудно, потому что язык вот здесь болтается. А та собака, которая язык во рту, она и лает часто. Тоже посмотрите. Люди-то от животных недалеко ушли, только разум есть. Как даже говорили, наблюдайте за животными, за этой палаткой. В общем, у нас тоже самое, палатки такие же. Вот вытащите язык каждый, у кого он острый. Вот у кого острый, тот многое говорит. Какой у меня острый, как палец на конце. А Саша не может так сделать. У него такой широкий язык. Во. Я говорю, ну сделай ты. Ну хоть трубочкой сверни. У него как будто там мышц нет в языке. Ну, видите, какие мы все разные. Поэтому вот он и не мало говорит. Он говорит по делу только. Я могу безумолку болтать. И по делу, и без делу. Хочу и болтаю. А вы знаете, вы знаете, проверьте свой язык. Проверьте, у кого он острый. Ну, а бред сумасшедшего. У меня острый, говорю, мало. Я не люблю много болтать. Ну, тогда другая теория. Получается, у нас даже языки разные. У одного острый, а у другой... Он не может такой острый сделать почему-то. Вот как будто бы не тренирован. Ой, острый, острый. У Марины зубы свои, свои у Марины зубы, да. У меня острые, я болтушка. Тань, куда вы идете? Когда в Туапсе? Да вот надо уже собираться в Туапсе. А то там инжир соседи обдерут. А инжир, знаете, какой дорогостоящий. Он тяжелый, инжир. И инжир свежий, витаминов. И все дерево там обсыпное. Ну, и знаете, там чем хорошо? Соседи продают, например, помидоры. Ты же не на базар идешь, и они не выставляют. По бросовым ценам вот такие огромные. То есть можно там помидоры, огурцы есть. Вообще там классно. С инжиром варенье отлично. Вот когда там было нам, что хорошо, дом в Туапсе, но там мы с женой жили, старшего такого возраста. И они собирали урожай, грядки. И вот она, мы же не почти мало ездили туда. И она вот именно дерево всегда собирала, варенье. И меня угощала маленькой баночкой инжировое варенье. Очень вкусно. А так вообще инжир такой зеленый, в баночку они положат. Вкуснять оно невозможно. На пляж придешь, ам-ам-ам, и ты представляешь, что инжир ешь, у тебя витамины, кожа чистая становится хорошая, худеешь. Сколько у вас уходит денег в день? Ну, как бы это, я не знаю, на еду или на что. А вы будете отборы делать, кому ехать в Туапсе. Ну, смотрите, как я придумала. Мы сейчас, вот я скажу, например, назначим встречу. Встретимся те, кто в Москве живет и здесь. Друг на друга посмотрим, договоримся, когда нам, например, хотя бы двум-трем человекам выехать одновременно. Потому что я туда одна тоже не поеду. в темноту и как бы там со страхом берешь на горе сидеть одной. Только с вами. А, я без варенья не могу, всегда зимой ем. А, у меня бабушка с дедушкой на Украине жили. И у них вишни много было, а не вишневого варенья. О, я любила вишневого.